Ага, то есть отказываемся помогать следствию, да? Отказываюсь, я не виновен. Виновен, все равно признайся. Все равно признайся! Чего я не признаюсь, я этого не делал. Да? Ну, не хочешь по-хорошему, будь тебе по-плохому. Только не надо меня пугать, я законы знаю, ничего вы не докажете. Сержант Скворцова, зайдите. Здравия желаю. Здравия желаю. Вот тут у нас крепкий орешек попался, колоться не хочет. Сейчас он у нас все скажет. Что делать? Э, это что за беспредел? Тут начался... Э, чего? Допрос сейчас будет, гражданин Белкин. Нет, нет, нет. Так, ну, рассказывайте. Это вы совершили противоправные действия против гражданки Мамоновой, а? Да, да. Хорошо. Сумочку тоже вы украли? Да. Отлично. И телефон в ломбард потом сдали, да? Да, да, да. Хорошо. А квартирку на улице Васильковской это вы бомбанули? Да. Со взломом, значит, кража, да? Да, да. Замечательно. Все? Допрос окончен. Да, хлипенький попался. Сегодня быстро. Что это за методы у вас? Я грабежи не делал никакие, это не мое. Поздно, поздно, гражданин Белкин. Все на камере зафиксировано. Фиксировано. Слушай, ну ты, конечно, Скворцова молодца, а? Может, к нам в органы пойдешь? Мы с тобой все дела пораскрываем. Нет, начальник, ты же знаешь, у меня клиентура. Жалко, такие кадры на трассе пропадают. А я видел, как ты его колол. Да, да. И это только массаж ступней. Ты серьезно что ли? Да. Пока если бы... Ну если бы по полной программе, то он бы всех ваших глухарей на себя бы взял. А, слушай, так это мысль. А ну-ка, давай. Наша служба не опасна и трудна. Поехали. Э, ты что творишь, начальник? Как будто беспредел. Вот они. Нет, нет, не трогаю. Глухари. У нас пытки запрещены в стране. Понятное дело. Так, значит, государственный переурод в девяносто первом году ты снял? Отлично. Дело закрыто. Хорошо. О, Бородино, двоих рук дело. Да. Радуйся. Да не отсосало, а отослало. Ох, гребаный ты, девять. Две буквы поменял, а как смысл изменился? Что у них с Wi-Fi здесь? Ваня, достань ноги из тарелки. Ешь руками. Здравствуйте. А вы, я так понимаю, папа Димочки Зеленова? Ага, ага. Да не омлет. В смысле, омлет, а не то, что ты мне написала. Я так понимаю, да. Смотрите, у вашего сына проблема. Он постоянно сидит в телефоне. Ага, ага. И не реагирует на мои слова. Да не можете его ударить, а. Вы знаете, мы не практикуем такое в нашем садике, но иногда очень хочется. Наверное, сломался. Как-то странно вы относитесь к своему сыну. Я же его неделю назад собирался отдать в ремонт, чтобы его перепрошили. Перепрошили? А, я, кажется, поняла. Хорошо. Здравствуйте. Вы отец Димочки Зеленова. А где мой телефон? Да при чем здесь ваш телефон? Я хочу сказать, что у вашего сына проблема. Понимаете, он все время сидит в этих гаджетах. Да, да, я с ним обязательно поговорю в фейсбуке. Нет, нужно не в фейсбуке, нужно вживую. Потому что у ребенка проходит детство. Да, 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 это серьезная проблема. Спасибо, что вы нам об этом сказали. Я его накажу. Неделю без инстаграм сидеть будет. Где мой телефон? Да я говорю, телефон у вас ни при чем. Вы поймите, что ваш ребенок растет без детства. Да, есть. Я вижу вас, это наследственно. А где у вас вайфай роутер? В углу. Ага. Надо маму вызвать. Так, жена. Жена. Мать моего сына. Странно. Алло. Здравствуйте, Яна Викторовна. Всем приветики. Я веду видеотрансляцию с Kindergarten. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Здравствуйте, Яна Викторовна. А, так. А теперь вы помашите. Вы знаете, что у вашего сына проблемы? Улыбнитесь. Вы знаете, что у вашего сына проблемы? Он все время сидит в своих телефонах. О, кстати, подписывайтесь на канал моего сына. Его ник Бэйби2014. А у вас есть перископ? Как вас найти? У меня нет никакого перископа. Фу, это прям дизлайк-дизлайк. Как это? Так, я поняла, что с вами делать. Раз и два. Эй, а куда вай-фай делся? А у меня что-то трансляция прекратилась. Где все мои подписчики? Ну, так-то лучше. Подождите, а вы хотели нам рассказать о какой-то проблеме? Да. А все, проблем больше нет. Ты знаешь, я, кажется, понял, что она нам хотела сказать. Ну, наконец-то. Что? Нам давным-давно пора купить 3G. Он даже в метро ловит. Точно! Слушай, и малышу нашему купим. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Гаджицу заберите. Фу, сына. Олег Петрович, это все. Так, это хорошо. Сейчас еще цены повысим. Вообще заживем. Домик себе куплю на островах, да? Домик, оно, конечно, хорошо. Хорошо. Только если вы цены повысите, у нас же продажи упадут. Так, ты накаркай возьми, я тебе зарплаты лишу. Ничего не упадет. Давай на все противовирусные, гриппозные, мимозные там повышай. В два раза. В два раза? В два раза. Давай маркер в руки и дорисовывай циферки. И на вот тебе премию. Ого! Согласен, погорячился. На вот тебе держи и работай. Спасибо. Работай, работай. До свидания. Все хорошо. Жлоб. Сейчас я нарисую. Нуль. Пожалуйста. Спасибо, это ваше. А скажите, зачем вам столько лекарств? На всю жизнь, что ли? Очень смешно, женщина. Вы что, телевизор не смотрите? Сам мэр сказал, что грипп страшный идет в нашу страну. То есть мэр сказал по телевизору, и вы ему сразу поверили и побежали в ближайшую аптеку, да? Нет, не в ближайшую. Я побежал в ту самую аптеку, адрес которой сказал мэр. Он знает, где, в каких аптеках, что продается против гриппа нужное. А я нашему мэру доверяю. Я за него голосовал. Только с нашим мэром мы в светлое будущее без болезней пойдем. Без гриппов. Вот с этими лекарствами. До свидания. До свидания. В следующем году буду за него голосовать. Хороший человек. Молодец. Что это? Алло, Олег Петрович, а вы не могли бы по телевизору сказать, что началась какая-то эпидемия, ну или массовое отравление? Потому что грибу только противогриппозное. Да, пасибочки. И еще, напугайте их ценами на детские товары и на садике. А потому что у нас срок годности презервативов заканчивается. Ага. Чтобы разгребли, да. Благодарить, хода. До свидания. Ну, домик и я хочу. Смотри, Петренко. Был у нас рабочий день, а теперь выходной. Согласен. Ох, устал. Кошмар, 10 утра, а я уже наработался. Здорово. Ох, ты смотри, связь отключили, а девушка по вызову все равно приперлась. Скворцова, ты что, соскучилась за нами? Да не дай бог. Мальчики, мне показалось, что вчера за мной кто-то следил. Ну, мы же не можем посадить человека из-за того, что тебе там что-то показалось. Да нет, я не прошу, чтобы вы кого-то садили. Ты хочешь, чтобы мы твоими телохранителями стали? Это можно, конечно. Только учти, оплата у нас подчасовая. Твоя школа. Да из вас такие телохранители, как из меня педагог. Да нет, я хочу, чтобы вы научили меня приемам самообороны. Короче, Скворцова, я тебе отдам один совет и запомню его на всю жизнь. Юбка должна быть в два раза длиннее, а декольте... Вот такое должно быть декольте у тебя. И тогда точно к тебе никто приставать не будет. Да при чем здесь это? Это моя рабочая одежда, как у вас мундиры. Так давай это, не сравнивайте. Вы лучше научитесь, что мне делать, если на меня маньяк нападет. Ладно. Значит, вместо вот этих своих лабутенов возьми кроссовки вековые, и тебя ни один маньяк не догонит. Это наш любимый прием. Ну при чем здесь кроссовки? Ой, ладно. Пойду кого-нибудь другого спрошу. Ему и дань отдавать буду. Так, Скворцова, стоять. Иди сюда. Ладно, покажем мы тебе пару приемов. Запрещенных. Да. Что делать? Значит так, Скворцова, слушай внимательно и запоминай. Слушай, я два раза не повторяю. Понятно? Понятно тебе? Так точно. Все. Значит, смотри, самый главный прием это эффект неожиданности. Неожиданности. Повтори еще раз. Неожиданности. Вот, молодец. Значит так, смотри, допустим, грабитель хочет отобрать у тебя сумочку. Твои действия. Смотри, ты вот сумочкой такая. И вот грабитель. Давай. Ну что, красотуля, сумку сюда. Да. Раз, по башке. Понятно? Все очень просто. Эффект неожиданности. Просто раз, по башке и все, да? Конечно. Поверь мне, этого достаточно. Главное, неожиданно. А если маньяк хочет не украсть мою сумочку, а меня изнасиловать? Ой, там такой же самый прием. Раз и сумочка. Неожиданно. Ага. Ну хочешь, сама попробуй. Хочу. Так, а ну давай. Ага. Ты, значит, маньяк, а ты, это, ну, короче, ты спортсов. Жертв. Да. Да, мальчики. Мне кажется, ваши приемчики не очень-то помогли. Так это, потому что не было самого главного. Эффект неожиданности. Ага. Потому что мы знали, как ты будешь обороняться. Ну ты не бойся, мы никому не скажем, и в следующий раз ты точно сможешь защититься. Так, все. Я вроде отдохнул. Можем продолжить тренировку. Так, я такой маньяк, такой. А-а-а! А-а-а! Вот он, эффект неожиданности. Правильно? Совершенно верно. То-то же. Извините. Красота. Вам трубочку вставить или так выпейте? Это не мне, это вон, девушке. Просто интересно, можно мою трубочку в ее коктейль вставить? У нее же есть трубочка. Серьезно? Так, на вид вроде баба, так и не скажешь, у нее трубочка есть. В коктейле трубочка. А-а-а! Ты даешь! В общем, передай коктейль, скажешь от меня. Путь сделан. Так. Оп. Пожалуйста, это вам мужчина, напротив, передал. Ой, неожиданно. Передайте ему мою благодарность. Девушка сказала вам большое спасибо. И? Все. Короче, передай ей. Понял? Так и передать? Да. Мужчина просил передать вам, что он бы хотел. Ах так. Передайте ему, что я не такая. Ищи вот это. Ну, че? В общем, она просила передать вам вот это. Че? И сказала, что она не такая. В общем, рано еще. Сделай-ка ей еще один коктейль. Хорошо. Сколько она выпила? Уже три. Значит, готова. Передай ей вот это. Так и передать? Так и передать. Еще раз здравствуйте. Мужчина просил передать вам вот это. А тогда передайте ему вот это. Ах! Она просила передать вам... Не надо, не надо, не надо. Я все видел. В общем, рано еще. Сделай-ка ей еще один коктейльчик. Только покрепче. Как скажете. Как скажете. Ничего, ничего. Значит так. Сейчас ты идешь к ней и передаешь то, что мы пытались. И передать последние пять раз. Сейчас она точно готова. Вы в этом уверены? Я уверен, уверен. У тебя все получится. Давай. Девушка, тут мужчина хотел вам передать, что... Вау, красавчик. Что-то там мне передать хотите. Это не я, это он, он. А, то есть... Не ты мне. Мне. Алис? Я. Я, конечно, я. Одну минутку. Ну и что? Девушка просила передать вам, что... Не нужно их больше угощать. У вас с ней ничего не получится, поэтому можете идти домой. Блин, да что за день такой? Нефартовый. Вы же рабочая схема. Не получилось. Ну, а у нас-то все получится сейчас, да? Девушка. Девушка, а как же... А как же... Мужчина! Мужчина, вернитесь! Она просила вам передать, чтобы вы ей такси вызвали. И еще поплачили. Мужчина! Девушка, хотя бы поцелуй. Значит так, крыныца, задание будет для тебя ответственное, но и опасное. С сегодняшнего дня ты внедряешься в банду проституток под видом их сутенера. Есть, товарищ полковник! Ты не перебивай. Ты помнишь, что внедряешься ты в нее не для удовольствия, а для выяснения всех подробностей их подпольной деятельности. И наблюдать, а не проверять. Наблюдать! Рад стараться! Я вижу, что ты рад. Ты смотри, не перестарайся. И помни о долге. Помни, для чего ты пришел в правоохранительные органы. И помни, что все у тебя органы правоохранительные. Разрешите выполнять? Давай, Ариал. Кривица! Какого черта? Я, они и она. Кто она? Она! Она! Кто она? Она! Чего ты разорался, ты? Гражданочка, вы кто такая здесь вообще? Я мальчик, водитель тяжеловесной фуры. Дальнобойщица, по-твоему. Я у нее пытался выяснить подбольную жизнь проституток. А она что? А я трындеть не люблю. Показала я ему на собственном примере. Да, вы мне одежду изорвали. Одежду я зашью. Ты мне и в такой нравишься. Гражданочка, да вы хоть понимаете себе, что это нападение на сотрудника милиции при исполнении служебных обязанностей? А? Да все понимаю я, понимаю, начальник. Хватит. Да вы что себе позволяете? А? А? Ай, вот это все. Тем более я знаю расценки. С сегодняшнего дня, крыльяся, тебе передается новое дело. Какое? Ты внедряешься в банду дальнобойщиков и выясняешь все обстоятельства и специфику их подпольной деятельности. Целую неделю. Две. Я доплачу. Да. Две недели. Извини. Внедрение начинайте прямо сейчас. А что мне полагается, что я получу за это опасное задание, а? Возможно, мы наградим тебя медалью. Возможно, даже... посмертно. Удачи. Женщина, женщина, пожалуйста, подождите, пока я упаду в обморок. Пожалуйста, поймите. А в детстве мы об этом только мечтали. Доктор, здрасте. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что я очень и очень больной. Ага. За это, конечно, спасибо, но давайте я буду решать, насколько вы больной. Доктор, понимаете, это вопрос жизни или смерти. Ага. Вот ты где. Думаешь, тут тебе помогут, да? Симулянт хренов. Вика, ну какой симулянт? Он доктора говорит, что я очень больной. Что ты говоришь? Да ты здоров, как бык, на тебе пахать можно. Девушка, на самом деле, я бы на него не кричал, ему сейчас нельзя нервничать. А что ж такое? Он что, беременный? Нет. А что тогда? Это ему нельзя бухать с друзьями. Часствовать по бабам нельзя, а все остальное... На самом деле, у него очень сложное заболевание. Очень сложное, да. Ага. Интересное заболевание чего? Руки. Левой. Ой-ой-ой. А вы уточните, может, у него обе руки левые? С такими заболеваниями не шутят. Не сутят. Ах, не шутят. Ну хорошо, тогда я буду приходить проведывать его. Приносить еду, фрукты всякие. Не-не, нельзя никак. Доктор сказал, что я лазусь на жесткий карантин. А, да-да-да, да-да, сильно вирусное, передается заболевание, нужно изолировать. Лечение дорогое, но очень действенное. Ну, что делать, что делать? Спасать-то меня как-то надо? Надо. А, тогда какие прогнозы? Он вообще выживет? Да, конечно, выживет, не волнуйтесь. Через месяц будет как новенький. А, через месяц это хорошо. Видишь, не весь дачный сезон пропустишь. Доктор, я думаю, что тут торопиться не надо. Надо все детально подлечить. Совершенно верно. Я же хотел сказать, через месяц анализы сделаем. Если они хорошие, тогда, конечно, выпишем. Но если нет, надо будет лечить, работать. Да, понятно. Работать, работать. Ну, идите, ложитесь в палату, сестричка вам скажет в какую. Ой, пойду. Ой, так больно вообще, на руку ступить не могу. Так рука болит, капец. Идти сложно, понимаешь? О-хо-хо-хо. Доктор, я, конечно, понимаю, там, мужская солидарность и все такое. Но вы понимаете, что я устала? Да пропаденным проводом эта шуба. Вот. Я так понимаю, что анализы у него очень плохие. Такие плохие, что похожи на пятилитровую клизму ежедневную. А вот мне кажется, что анализы еще хуже, чем вы говорите, коллега. А еще, мне кажется, ему нужно запретить алкоголь. Пожизненно. Отучим, не переживайте, отучим. А еще, мне кажется, что у вас очень много работы. И его будет лечить какой-нибудь стажер, который будет тренироваться, так сказать. Кстати, нам вот только вчера перевели специалиста соответствующей квалификации. Очень хорошо. Очень. А, сестричка, оформляйте Зелепукина в черную. Ага. Считаете, что лечение уже началось? Спасибо большое. А еще у нас тут такой вот был случай. Клизма в ухо. Да ладно. Осень смесно. Ой, мне кажется, после этой процедуры мне стало намного легче. И я готов ехать домой. В смысле, на дачу. Хорошая моя, на какую дачу? Вам же нельзя напрягаться. Я объяснил жене всю сложность вашего заболевания. И она оплатила ваш стационар на три месяца. О-хо-хо-хо-хо-хо. Кузичка, пожалуйста, поехали. Я тебя просу. Мне кажется, доктор, у него истерика. Может, это осложнение? Давайте, так сказать, улучшим лечение. Абсолютно резонное. Абсолютно резонное замечание. И клизма у нас будет десятилитровая. Микочка, пожалуйста, я просу тебя. Я больше никогда так не буду. То-то же. Но это еще раз. Никогда. Девушка, извините, так получается, что деньги надо... Не-не-не-не-не, пусть останутся как депозит. На всякий случай. Микуся, подожди меня сейчас в машине. Мне минут на сорок надо будет отойти. Пошли, засрали. О-о-о! Привет. Да. А хочешь угостить мне коктейль? Ну, можно. Ну, покажите ваш паспорт, пожалуйста. А, то есть вы думаете, что у меня нет 18? Нет, в этом я как раз не сомневаюсь. Просто мне нужен ваш паспорт, чтобы убедиться, что у вас нет штампа о замужестве и что ваш супруг не сможет мне предъявить никаких претензий. Вот, пожалуйста. Ага, так-так. Так, Яна Викторовна, год рождения. О-о-о! Угу, угу, угу. Так, штампа нет. Хорошо. Скажите, вы можете сказать при свидетеле, что вы не проживаете гражданским браком? Я не проживаю гражданским браком. Угу. Все. Здравствуйте, я свидетельствую. Ваш ИНН можно увидеть? ИНН? Так сразу? Может быть, сначала вы... ИНН – это индивидуальный налоговый код. Просто вы будете пить алкоголь бесплатно, а это как бы ваша личная выгода. А с личной выгодой платится налог 18%. Вот это, что ли? Да, да. Угу. Сделайте копию, пожалуйста. Без проблем. А все, мы теперь можем выпить. Ну, в принципе, да. Скажите, что именно вы бы хотели выпить? Эээ, коктейль Маргарита. Угу. В таком случае мне нужна будет справочка о том, что у вас нет аллергии на компоненты данного коктейля. Вы знаете, может, вам еще в баночку пописать? Хм, вариант. Но я юрист, а не доктор. Хотя у меня есть один знакомый доктор. Мы прямо сейчас можем поехать, и он сделает этот анализ. Вы знаете, у меня нет ни на что аллергии. Я полностью здорова. Вы можете просто купить мне коктейль. Ну, хорошо. Единственное, вот маленький нюанс. Вы сейчас подпишите, и все. Это договор о том, что вы, Яна Викторовна, дали в договоре исполнитель. Обязуетесь, получив от заказчика, то есть от меня, коктейль, проследовать с ним по его фактическому адресу проживания. Улица Паркова, шестнадцать, квартира двадцать три. И прибыть и оформить акт. Пей сам. Акт выполненных работ. А, да. Не любят девушки занудных. Да. А у вас, молодой человек, есть? Станитарная книжка, медсправка, страховка, регистрация. А для вас все напитки за счет заведения? Забыл. Все. Пока обычно. А мне бы бабы были. Бабы были. На троих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова